Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы читаем воскресное Евангелие о Закхее. И мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 стиха по 10 стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». Иерихон – это проклятый город, который был проклят во дни Иисуса на вина, на него было наложено заклятие, стены этого города рухнули, и он оставался таким же проклятым местом. В некотором смысле вся наша планета после грехопадения испытала на себе проклятие греха. И не было ни народа, ни племени, ни языка, который бы не испытал на себе этого проклятия. В послании апостола Павла к римлянам говорится, что все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. То есть все находятся под проклятием греха. Поэтому то, что Иисус вошел в Иерихон, вошел в этот греховный мир и проходил через него – это очень глубоко символично. И вот некто именем Закхей, начальник мытари, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Мытари считались коллаборационистами, предателями собственного народа, которые работали на оккупантов, собирая для них подати. И хотя они собирали также подати и для храмовых нужд, и для нужд царя, отношение к ним было крайне пренебрежительное, и без особой нужды никто не приближался к ним, чтобы не оскверниться. Закхей не просто мытарь, он, если хотите, мытарь в квадрате. Он называется здесь начальник мытарей и человек богатый. А как это связано, начальник мытарей и человек богатый? Это Ремис намек на то, что Закхей был коррумпированный начальник мытарей, поэтому и сделал себе большое богатство. Коррумпированные люди, которые обманывают и народ, и власть, являясь посредниками между денежных потоков, они всегда вызывают брезгливые чувства по отношению к себе, как в древние времена, так и в наше время. Здесь Писание обращает внимание на то, что он был мал ростом, то есть у него был какой-то природный изъян, и он был как бы карлик, и вот этот его такой вид как бы образно указывал на то, это возможно, конечно, понимание людей, что он какой-то и духовно-нравственный пигмей. Но он имеет одно серьезное преимущество перед многими рослыми людьми, праведными, по-своему благочестивыми. О нем сказано, «Искал видеть Иисуса, кто Он». Он искал видеть Иисуса, чтобы понять, кто Он. А ищет ли Иисуса твой племянник, твой внук, твой правнук? Хотят ли твои соседи узнать, кто Он, Иисус, из Назарета? К сожалению, не всегда так. А у этого человека было такое желание. Блаженные, алчущие и жаждущие правды, говорится в Нагорной проповеди. «И забежав вперед, вперед толпы, посреди которой двигался Иисус, проходя через Иерихон, Закей влез на смоковницу, на дерево, чтобы увидеть Его, то есть Иисуса, потому что Ему, Иисусу, надлежало проходить мимо нее, этой смоковницы. Он видел приблизительно, куда шла толпа, окружившая Иисуса. И он забегает вперед, забирается на смоковницу. Закей не мог видеть Иисуса из-за толпы, которая окружала Христа. Прежде всего, это были ученики Иисуса Христа, 12 апостолов, которые всегда следовали за Ним. Это были еще и книжники-фарисеи, которые тоже всегда в некотором смысле следовали за Ним, следя за Ним, наблюдая, оценивая. Это были просто любопытные, но вся эта толпа своими широкими спинами крупными затылками они мешали видеть Иисуса, тому человеку, который искал видеть Иисуса, потому что хотел узнать, кто Он. Толпящиеся вокруг Иисуса – это разные люди в наше время, которые могут говорить о Иисусе, рассуждать о Иисусе, но они не способствуют тому, чтобы кто-то увидел Иисуса и понял, кто такой Иисус Христос. Некоторые богословы пишут свои диссертации, свои книги, но книги такого рода, они предназначены другим богословам, будучи написаны богословами, и они ничего не сообщают простым людям, которые, может быть, как Закхей, ищут видеть Иисуса, ибо хотят понять, кто Он. Закхей на дереве. И мы переживаем трепет Закхея. Он на смоковнице. И у него сомнения. А увидит ли он на Иисуса? Распознает ли он его в этой толпе? А сможет ли он увидеть глаза Иисуса? Посмотрит ли Иисус в его сторону? Взглянет ли на него? Мы можем только догадываться, какие были чувства, волнения, которые переполняли сердце этого человека. Наверняка, когда он лез на смоковницу, те, которые знали Закхея, кто он такой, и издевались над его физическим недостатком, смеялись. Смотрите, этот карлик, этот грешник, этот коррумпированный тип лезет на смоковницу. Но он не обращал на это внимания. Он хотел видеть Иисуса. Если ты тоже хочешь видеть Иисуса и хочешь знать, кто Он, тоже не обращай внимания на мнение других людей. Это будут разные мнения, разные рассказы об Иисусе. Может быть, что-то правильное, а в чем-то и нет. Иисус открывается нам через свое слово. Конечно, то, что происходит далее, Закхей этого не ожидал. Мы читаем, Иисус, когда пришел на это место, то есть оказался под смоковницей, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. Закхей, сойди скорее. Оказывается, Иисус знает имя этого человека. Он называет его по имени. И смотрите, что пишет пророк Исаия. Это сороковая глава, двадцать шестой стих. Здесь сказано. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Воинство небес – это звезды. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Христос каждую звезду на небе называет по имени. Ни один ученый не ответит вам на вопрос, а сколько же звезд на небе? Когда-то людям казалось, что их можно сосчитать. Когда-то люди поняли, что мы живем в огромном скоплении звезд. Это наша галактика. Когда-то люди узнали, что таких галактик миллиарды и миллиарды. Господь знает по имени каждую звезду. Он знает твое и мое имя. И он обращается к этому человеку и говорит Закхей. Сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Знай, брат, знай, сестра, когда ты пойдешь из храма домой, думай о том, что Христос сегодня тоже хочет быть в твоем доме. Потому что, может быть, ты единственный из своей семьи, которая посещает храм. Он хочет войти не только в твою жизнь, но и в жизнь твоих домашних. И в Писании сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Почему же Господь Иисус хочет быть в доме грешника? Откроем Евангелие от Луки, 5 глава, 31 стих. Читаем. Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Это 31 и 32 стих, 5 главы Евангелия от Луки. Христос и пришел в этот мир ради таких нравственно и морально уродцев, пигмеев, чтобы войти в жизнь каждого из них и осветить их жизнь сиянием Божества. Когда Закею услышал эти слова, как он поступил, мы читаем, и он поспешно сошел, то есть спустился с этой смоковницы и принял его, то есть Христа с радостью. Почему с радостью? Потому что принял его прежде всего в свое сердце, а теперь хочет принести Христа, приведя его в свой дом, чтобы он вошел в сердца его домашних и его друзей. И все, видя то, он начали роптать и говорили, что он, то есть Христос, зашел к грешному человеку. Эти люди забыли, что они все живут в проклятом городе, что все они грешники и мало чем отличаются друг от друга. если ты считаешь себя лучше других людей, ты очень серьезно ошибаешься, брат. Ты очень серьезно ошибаешься, сестра. Да, может быть, ты не убил, но ты прелюбодействовал. Да, ты не прелюбодействовал, но ты воровал. Да, ты не воровал, но ты доносил. А в Писании сказано, виновен в одном, виновен во всем, ибо тот же, кто сказал не убей, он же сказал не прелюбодействуй. Таким образом, весь мир оказывается под проклятием греха. Закхей же, который возрадовался, приняв Христа в свою жизнь, прежде всего в свое сердце и приведя его в свой дом. Став сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, то есть сразу, так резко. Он закрывает эти обвинения в коррупции. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. В законе Божьем в книге Исход 22.1 в книге Левит 6.5 говорится о том, что вчетверо надо возмещать именно украденное. Он понимает, что его богатство это результат коррупции. и он хочет все поменять, изменить в своей жизни. То, что переживает Закей на еврейском языке называется Тешва покаяние. Он возрожденный человек, он новый человек, он другой человек. «Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». То есть, какой бы он ни был, он сын Авраама, он семя Авраама, он кровь Авраама, «Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». А ты, брат, ты, сестра, чей ты сын, чья ты дочь? Кровь каких древних славян струится в твоих жилах? Может быть, это обычные люди, а может быть, это воины, мученики, которые сложили свои головы, защищая Отечество, а может быть, это преподобные, но в любом случае, это люди православного исповедания, обитатели Святой Руси, которые молились, постились, воспринимали православие не как сумму неких знаний метафизических, а как образ жизни. И если сейчас Бог выхватывает кого-то из нас, из этого проклятого Иерихона и делает поцерковленным человеком, может быть, какая-то прапрабабушка, имя которой мы даже не знаем, она вымолила нас, а разве мертвые не молятся за нас? Вспомните притчу о богаче Лазаре, когда грешный человек, богач, который находился в аду, он вспомнил о своих братьях, и он молил за них Авраама, чтобы тот послал Лазаря, чтобы тот засвидетельствовал им, и чтобы они не попали бы в это место мучения. Если грешный человек из огня проявляет заботу о родных и близких, неужели наши благочестивые предки не думают о нас? Поэтому, когда Христос говорит, потому что и он сын Авраама, Христос как бы говорит, что заслугами благочестивых предков, таких как Авраам, Исаак и Иаков, их потомки могут рассчитывать на снисхождение, на божественную любовь и прощение. И на это снисхождение они могут рассчитывать, даже если они окажутся врагами Евангелия. И об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава, где он пишет, что по отношению к благовествованию ради уверовавших иудеи как враги Евангелия, но ради отцов, то есть ради Авраама, Исаака и Иакова возлюбленные Божьи. Вот нигде так не сказано. И враги возлюбленные. Но такова реальность. Закхей спасен, Закхей помилован, Закхей оправдан Господом Иисусом Христом. Он новый человек, он совершенный человек. Да, едва ли изменился его рост, внешне все такое же, но его душа, она преобразилась. Евангелие о Закхее – это Евангелие, которое предваряет нас ко времени Великого Поста. Это Евангелие о самом плохом человеке в городе. И если ты являешься самым плохим человеком в своей деревне, в своей селе, в своем городе, не смущайся, дерзай, как Закхей, ищи видеть Иисуса, чтобы понять, кто он. Предваряя пост, будет Евангелие о блудном сыне, самом слабом звене в семейной жизни. И если ты самый непутевый член своей семьи, не смущайся, ибо блудный сын, который, да, живя в стране далече, промотает все, но он скажет сам себе «Встану, пойду к отцу», и он будет прощен отцом. Другое Евангелие, которое предваряет наше вхождение в Великий Пост, это Евангелие о мытаре и фарисее. Это будет Евангелие еще об одном мытаре, который будет бояться зайти в храм, который не будет стоять посреди храма, как фарисей, а будет только бить себя в грудь. Это Евангелие о самом плохом прихожане, но он пойдет оправданным более, чем нежели. фарисей. Вот все эти Евангелия воскресные, которые предваряют наше вхождение в одни Великого Поста, они тематически построены так, чтобы вдохновить любого из нас. Закхей дерзает, почему ты стоишь и ничего не делаешь для своего спасения. Задумаемся, чтобы ответить на этот вопрос. С праздником вас! С воскресным богослужебным днем! С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok